Всем привет! Сегодня наша тема – здоровье женщины. Согласитесь, дорогие мои, что здоровье наше в наших же руках, и сегодня мы с вами этим и займемся. Я Маша Блинова, и вы на моем канале Здорового Фитнеса. Обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые классные видео. Всем известно, что женское здоровье – это не просто что-то такое, а это именно наша энергия, наше внутреннее состояние и вообще все наши возможности. Сегодня мы с вами выполним всего лишь три простых упражнения, с помощью которых вы улучшите состояние мышц тазового дна. Они положительно влияют на состояние поясницы, вашего крестца, приводя определенную симметрию. Также на состояние мышц живота, разгрузку зоны спины, зоны лопаток, зоны шеи, улучшение передней поверхности бедер, потому что она часто бывает очень спазмирована или наоборот перерастянута. Ну, в общем, все-все-все и очень много приятного. Первое упражнение – это плечевой мост. Мы с вами ложимся вниз на спину, поставьте стопы на ширине вашего таза. Руки расположите сбоку, как дополнительная опора, когда вы будете приподниматься вверх. Начните стопами отталкивать коврик от себя. Принтолкайте его и медленно, посегментарно, позвонок за позвонком, на выдохе попробуйте приподниматься вверх. Представьте, что вы начинаете свой крестец укладывать максимально вниз, потом поясничный отдел укладывается вниз, когда крестец-таз отрывается, и вы уходите на грудной отдел и медленно, позвонок за позвонком, приподнимаетесь на выдохе в плечевой мост. Отлично. В этот момент ваши сгибатели бедра, ваша передняя поверхность бедер прекрасно растягиваются, укрепляются ваши ягодицы. Мышцы живота отлично подтягиваются, мышцы тазового дна активно здесь у нас с вами работают. Далее вы спокойно дышите и опускаетесь вниз. Также попробуйте сделать это движение на выдохе, и теперь вы уходите с грудного отдела вниз к области поясницы, и также формируя гамак вашей поясницы в области вашего таза. Все представили себе гамак и пытаемся его сделать из своего позвоночника. Отлично. Супер. Сделаем еще раз. Я надеюсь, вы со мной. Снова отталкиваемся стопами от пола, делаем выдох, приподнимаемся вверх. Медленно, позвонок за позвонком. Хорошо. Супер. И опускаемся вниз. Снова на выдохе. Мышцы тазового дна активно включаются в работу. Мышцы живота работают у нас с вами также. И медленно опускаемся с вами вниз. Отлично. Справились. Следующее упражнение – это inverted V или собака мордой вниз. Исходное положение. Упор кисти, упор на колени. Ваши пальцы разогнуты, подвернуты. Все пальцы обязательно растопырены. Не перегружайте запястье. Ваша задача – именно перераспределить всю нагрузку, как на пальцы, так и на ваше запястье. Профилактика проблем, которые могут возникать в случае запястного сустава. Из этого положения оттолкнитесь ладонями и направьте тазы вверх. Эта поза очень благоприятно влияет на расслабление мышц тазового дна. Мы здесь находимся не под силой гравитации, и ваши внутренние органы не давят на мышцы тазового дна. Все-таки они испытывают определенную нагрузку. Также седалищные бугры, направленные вверх, расслабляют ваши мышцы тазового дна. Здесь обязательно нужно от ладони толкать таз вверх, не стараться прогнуться грудной клеткой, оставить нейтральное положение позвоночника. Не обязательно разгибать ноги в коленях, можете оставить их немножко согнуты. Наша задача – уйти в это положение мин инвертит вида, перевернутые буковки V. Хорошо, вернитесь в исходное положение. Если вы чувствуете, что у вас кружится голова, то вы встали в это положение и опустились. Не нужно над собой издеваться. Мы выполним еще раз. 10-15 секунд находиться в этой позе можно. Поехали. Снова оттолкнуть лесна ладонями. Направили таз вверх, можете согнуть колени. Надавите основанием большого пальца, мизинцем и основанием ладони в пол. Ваши локти немножечко словно вас подкручивают друг к дружке. Ваши руки. Хорошо, направляйте таз вверх. Мышцы тазового дна у вас расслабляются в этот момент. Хорошо. Очень полезное упражнение для тех, кто целый день сидит. У него постоянно идет все-таки давление внутренних органов на наши мышцы тазового дна. И наши мышцы тазового дна, они работают все-таки вместе с тазобедренными суставами, с нашим тазом. То есть просто сидеть и делать какие-то упражнения, это бесполезно, нужно много двигаться и правильно тренироваться. И третье упражнение, нам нужно с вами встать, это roll down и roll up. Здесь также у нас идет работа прекрасная задней поверхности бедра, работа мышц живота, работа мышц тазового дна. Поставьте ноги на ширине таза, три точки опоры стопы, основание большого пальца, основание мизинца и основание пятки. Руки у нас уходят вниз, макушкой вытягивайтесь вверх с легкого кивка головы, начинайте уходить вниз в наклон. Ваши седоличные бугры расположены здесь, направлены ровно вниз, то есть они прям устремлены в пол. Наша задача уйти в наклон в тот момент, когда наша поясница округлится. Вы прекрасно растягиваете здесь линию поясницы, освобождаете ее, улучшаете скольжение тканей в области грудопоясничного перехода. Хорошо, повисите в этом положении, почувствуйте, как ваши мышцы тазового дна напряжены, мышцы живота также активны. Сделайте вдох и снова на выдохе начните опускаться вниз, 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 вниз. Можете сгибать ноги в коленях, и теперь ваши седоличные бугры устремлены в потолок. Мышцы тазового дна расслаблены. Хорошо, останетесь в этом положении. Если начинает кружиться голова, то мы с вами быстренько возвращаемся. Не так быстро, чтобы она еще больше закружилась, конечно. Стопами надавите в пол, три точки опоры стопы, и начинайте направлять свои седоличные бугры в пол. Представьте, что вы здесь навертили свой таз, прокручиваете. И на выдохе приподнимаетесь. Снова мышцы живота, мышцы тазового дна активны. Хорошо. И приподнимитесь вверх. Снова последний. У нас с вами возвращается голова на место. Еще один раз выполним. Поехали. Легкий кивок головы, три точки опоры стопы. Уходим на выдохе вниз, до полного сгибания в пояснице. Хорошо. Грудной отдел также округляется. Почувствуйте мышцы живота, мышцы тазового дна, низ живота подтянут. Вдох. Хорошо. И теперь снова на выдохе опускаемся вниз до полного сгибания в бедрах. Хорошо. Седоличные бугры направляйте в пол. Колени можете оставить согнутыми. Если руки не достают до пола, можно кирпичик для йоги или любой стульчик, книжечки, что-то сюда подложить под ваши руки. Хорошо. Снова три точки опоры стопы. Если будете давить основанием больших пальцев больше в пол, то вы активно подключаете вашу глубинную линию тела, внутреннюю поверхность бедер, которая связана с мышцами тазового дна. Надавили стопами в пол и медленно на выдохе начинаем приподниматься вверх. Если вам не хватает дыхания, то нормально. Вдыхайте и снова выдыхайте. Хорошо. Раскручиваемся. Прям женская энергия поперла. Она прям ощущается. Это здорово, что вы со мной. Я надеюсь, вы досмотрели и выполните не один раз эти упражнения. Не забывайте, упражнения хорошо, полноценные именно проработать тело. Это уже целостные, специально структурированные тренировки. Присоединяйтесь к ним по моему абонементу, если хотите получить прекрасные результаты, здорового тела, функционального, красивого и подтянутого. Ссылка в описании.